Слышите собаки? Собак, которые постоянно лают, соседи никогда не видели. А всё потому, что квартира, где они сейчас находятся, до потолка набита мусором. Среди груды отходов откопать животных людям не удаётся уже полмесяца. На днях они вызывали участкового, но он только вскрыл замок в квартире и ушёл. Он открыл из-за того, чтобы выбежали собаки. Но они не выходят. Вот две недели уже. Две недели мы слушаем вой, лай. Они дерутся между собой. В этой квартире, по словам соседей, жила пенсионерка 82-х лет вместе с собаками и кошками. Свою жилплощадь она завалила мусором. Сама же сейчас находится на лечении в психиатрической больнице. Соседние салонки я обслуживала, доходила. Я тут тащила. Идёт вот с такими сумками, сюда всё тащит. Вонь невозможная. Тараканы, крысы. Мы сегодня помрут. Запах пойдёт уже другой. Совсем. Уже невозможно будет тут жить. Самостоятельно входить на частную территорию соседи не решаются. Сегодня им только удалось приманить двух кошек. Собаки по-прежнему находятся где-то под завалами. Жители хотят решить свою проблему до 20 декабря. То есть до того, как вернётся хозяйка. Они уверены, что женщина и дальше будет закламлять свою квартиру мусором, от чего страдает весь дом. Они намерены писать жалобы во все инстанции и искать поддержку в полицию, в управляющей компании. Юристы предупреждают, что в любом случае жильцам не стоит самовольничать и лучше обратиться к сотрудникам внутренних органов. Жильцы других квартир вправе, действуя без поручения в чужом интересе, вправе очистить жилое помещение от мусора и вынести животных и распределить их по приютам. Уже завтра, как признали соседи, они будут принимать все необходимые меры, чтобы избавить себя от неприятного соседства. Александра Волкова, Рустам Залелиев, телеканал «Эфир». 25 лет в эфире. С вами и для вас.